Три тура без очковых потерь. И вот главная сенсация старта чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди команд Суперлиги. Еще недавний крепкий середняк Кристалл теперь на парусимбирском во главе турнированной таблицы. И это обстоятельство удивляет многих, но только не самих кристаллических. Мы рассчитывали, да. Стараемся забирать очки в каждой игре, потому что подготовка была очень хорошая. В четвертом туре Кристаллы выпало играть против дебютанта Суперлиги 1-го Платона ПСК. В первых трех турах громче всех о себе заявил нападающий командой Игорь Ахмедшин. С пяти мячами он возглавил список бомбардиров. Однако места в турнирах на таблице дебютант пока похвастать не может. Абсолютно недовольны тем, что, как проводим последние встречи, очень плохо вкатываемся что-то в сезон. Не получается очень у нас. Сама игра, сама игра. И реализация моментов, конечно, очень подводит. С первых минут мы поактивнее, повыше встречаем, чтобы максимально их растащить вот так вот по длине. Мало забиваем, но при этом мало попускаем. По такому принципу действует один из лидеров чемпионата. В играх «Кристалла» голевого пиршества ждать не приходится. В этой встрече с Платоном нули на табло держались целых 17 минут. Чтобы открыть счет, командам потребовалось нестандартное решение. Первым его нашел капитан «Кристалла» Дмитрий Арефьев. С острого угла нападающий в принципе не бьют, а уж с разворота тем более. Арефьев решился и не прогадал. Тут же фанис Закиров хитрый в обвод защитника забил верхний угол. 2-0. Отличная заявка «Кристалла» на очередную победу. Скорее всего, где-то просто концентрацию внимания немножко потеряли. А вот второй гол особенно был показательный, когда игрок просто не выдвинулся. Игрок просто прямую расстреливает, попадает в девятку. Чисто потеря концентрации внимания больше пока ничем не могу создать. Но уйти на перерыв с «Конфортными» 2-0 «Кристаллу» не удалось. Игорь Ахмедшин в очередной раз показал, кто хозяин бомбардирской гонки. И отменным ударом попал в дальний нижний угол ворот Антона Загородникова. 2-1 в пользу «Кристалла» на экваторе поединка. «Поагрессивнее вверху. Агрессивность не... Агрессивность спортивная в отборе. Постараемся постоянно отбирать мяч. Мяч дошел сюда. Добегаем сюда, брат. Делаем, ребят, стандарты. Стандарты мы так ни один и не сделали». Второй тайм по напряжению получился нечета первому. Однако голевых моментов команды насобирали всего два. Сначала «Платон» имел стопроцентный шанс сравнять счет. Но мяч предательски попал в штангу. А затем «Кристалл» сполна воспользовался своим голевым шансом. Представительная атака была расчерчена идеально. Денис Панфилов бросил на фланг Фаниса Закирова. А тот прострелом нашел Павла Косяна. Удар в касание и 3-1. Есть четвертая победа «Кристалла» в четырех стартовых матчах чемпионата. «У нас всегда так... Игры тяжелые. До последнего держат напряжение. Поэтому, конечно, когда уже... Не, ну когда оставалось там 30 секунд, в принципе, и два мяча вели. Ну да. Ну что, в принципе, уверенно доигрывали до конца». Четвертый игровой день начался с ничьей. Ее на пару сотворили самые миролюбивые команды Суперлиги – «Юниор» и «Авангард». Причем лидерство в счете переходило от одних к другим. Но в итоге паритет 3-3. Что-то вроде триллера устроили «Мобирейт» и «Погода в доме». Два удаления, несколько дабл-пенальти и просто пенальти. Хет-трик Максима Соболева и его же автогол в свои погодные ворота. Но самое главное – град забитых мячей. В итоге действующий чемпион «Мобирейт» праздновал успех – 8-6. Контактор без своего удаленного в прошлом туре капитана Андрея Русанцева уверенно переграл Штальбург – 6-0. Симбирск-Оберхов с таким же счетом нанес четвертое поражение подряд Промресурсу. Правда, в стане самого аутсайзера утверждает, что играют нормально. Но только результата как не было, так и нет. А посему и в турнирной таблице Промресурс пока на последнем, 10-м месте. Другие команды уже давно разжились очками. Больше всего их пока у симбирской «Кристалла» по 12. Это стопроцентный результат. «Мобирейт» после неудачного старта уже на третьем месте. Правда, отставание от лидеров внушительное – 5 баллов. Впрочем, в середине турнира на таблице командам тесно, как селедки в бочке. В списке бомбардиров также все плотно. Игорь Ахмедшин хоть и лидирует шестью мячами, но преследователей сразу несколько. Да и отстают они всего на один мяч. Впрочем, один из них – Вячеслав Прибылов из «Мобирейта» – в следующем туре свой бомбардирский счет не пополнит точно. Для нового форварда действующего чемпиона придется играть с «Кристаллом». Для «Кристаллических» это будет очередная проверка на наличие медальных амбиций. Поединок состоится аккуратный экватор игрового дня. Вот тогда и посмотрим, что же такое современный «Кристалл» – законодатель новых мини-футбольных мод или калиф на час. «Кристалл» – законодатель новых мини-футбольных мод